Чтобы увидеть самые красивые места, нужно очень рано вставать. Сейчас 5 часов утра и мы отправляемся на Симиланы. Симиланские острова – островной архипелаг в Адаманском море. С 1982 года они являются частью национального парка Симилан. По рейтингам ЮНЕСКО эти острова входят в десятку самых красивых островов планеты. Они привлекают безупречной чистотой, лазурным морем, белоснежными пляжами, рощами пальм и экзотическими животными. Дайверы из разных уголков мира считают подводные ландшафты возле островов одних из самых популярных мест для захватывающих подводных погружений. Мы едем на таких вот микроавтобусах, всех собирают по острову. Приезжаем вот в эту точку и здесь у нас завтрак. Есть список рекомендаций, что нельзя делать на острове. Не мусорить, не вставать на кораллы, не кормить рыбок, не поднимать ракушки и еще другие обязательства. Ну, гид вас проконсультирует перед отправлением, все вам расскажет подробно. Рассвет, красота. Приехала наша лодка, сейчас мы сдадим тапки и поплывем. На остров нельзя заходить в тапочках, все тапочки сдаются перед посадкой на корабль и потом возвращаются при возвращении отсюда. Мы прибыли. Обалдеть! Вот это песок! Вода потрясающая! В числе первых бляж свободный, чистый, кайф. Вон сейчас с лодки выходит Пашка. Наш оператор его немножко укачал, а у нас была непростая поездка до сюда, немножко штормила. Но мы доплыли. Сейчас побежусь снимать чистые кадры. Итак, мы поднимаемся на Viewpoint. Здесь обалденные джунгли, насыщенная зелень. Если острова Джеймса Бонда в Хип-Хи имеют известняковое происхождение, то здесь все миланы и вот эти скалы имеют магматическое происхождение. То есть порядка 100 миллионов лет назад магма выходила на поверхность Земли и образовывались вот такие вот гиганты, такие волны, которые сейчас мы можем наблюдать, ходить около них, прикасаться к ним. Природа, конечно, уникальна. Сотни тысяч туристов стремятся увидеть эти места, прикоснуться к ним. И поток настолько сильный, что это может повредить экосистеме острова. Поэтому правительство Таиланда и руководство национального парка Симиланы с этого года решили ограничить количество туристов, которые могут пребывать на острове в день. Это чуть больше трех тысяч человек. И поэтому, если вы хотите отправиться, то нужно думать об этой поездке заранее, бронировать места. А это наш гид Миша. Расскажи, Миш, кто тут может быть? Да пошли, я что-то в стол. Ребят, здесь могут быть вараны, они безопасны. Не бараны. Не бараны, вараны. Да, внимательно, вараны. Они безопасны. Можем мы встретить птичек. Можем встретить... Каких птичек? Птичек мы можем майну или калау увидеть здесь на веточках. Не знаю, сейчас. Чаще всего именно бараны, не бараны нам попадаются. Это большие ящерицы, они безопасны. Они нас не кусают, если мы их не кусаем. Этот песок имеет коралловое происхождение, поэтому он имеет такой белоснежный цвет. И за счет того, что песок такой белый, получается такое лазурное, красивое море. Как я уже говорил, национальный парк очень следит за чистотой на острове, поэтому мы ходим босиком. И поэтому сюда нельзя проносить с собой напитки, еду, пластиковую упаковку. И даже нежелательно мазаться кремом от загара, чтобы вот эта пленочка от этого крема потом в воде не плавала. Потому что одно дело, если это будет один человек, а другое дело, если будут тысячи человек и каждый день. Вот. Но если вы захотите перекусить, попить кофейку или что-нибудь такое, то здесь есть магазинчики, вы можете приобрести вот у девчонок. Ну, вот, собственно, и туристы все подоспели. Наши китайские друзья. На самом деле они все в основном купаются именно на пляже или тут ходят по песочку. А на смотровую мало кто поднимается. Но, тем не менее, с каждой минутой их становится все больше и больше. Продолжение следует... Так, пребывание на острове у нас закончилось. Все, мы плывем дальше. До следующего острова. В детстве смотрел очень часто передачи Жак-Ива Кусто и был просто восхищен его подводной Одиссеей. И вот он приходил со своей командой сюда, на Симиланы, в 90-х или 80-х годах, я не помню этого точно. И он отмечал, что здесь просто невероятный подводный мир. И, кстати, по версии National Geographic, Симиланы входят в топ мест для дайвинга во всем мире. А по версии ЮНЕСКО Симиланы это входят в десятку самых красивых островов в мире. Вот. Ну, а какой тут подводный мир? Сейчас проверим. Нам выдали ласты, маски, трубки. Ну, я только маской воспользуюсь. Сейчас посмотрим, что там есть. Музыка. 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 Водичка просто шикарная. Музыка. 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 Проживания сейчас на острове нету, то есть раньше были двудневные туры, можно было с ночевкой остаться, но с этого года запретили, чтобы остров отдыхал. Итак, обед. Мы пришли в ресторанчик местный от национального парка и сейчас разберем, что нам тут дали покушать. Чай, кофе, вода, кому что нравится. На десерт у нас арбуз и самое главное, это вот такой бокс. Он у всех одинаковый, вне зависимости ли вегетарианец вы или мясоед. Сейчас мы откроем, посмотрим, что тут у нас в наличии. Итак, здесь у нас порция риса, курица жареная, курица вареная с бульончиком и овощи, капуста и морковка. Все достаточно просто. Еду предоставляет национальный парк, поэтому она такая скромненькая. Для всех туристов все одинаковое. И, ну, на самом деле мы должны быть благодарными, что нам такую еду предоставляют, поскольку это национальный парк. И открывать здесь какие-то рестораны и что-то подобное очень сложно. Всю еду привозят с материка, это очень проблематично, а тем более тут очень много людей проходит за день. Поэтому удовольствуюся тем, что есть. Я думаю, что это неплохо на вкус. Сейчас попробуем. В общем, мы отобедали. А потом наш гид предложил всем пройти на пляж, на котором совсем немного народу. Потому что на других пляжах, опять же, китайцы, другие туристы. Но мы вот пробрались через джунгли и вышли на вот такой потрясающий пляж. А еще Симилана очень крутое место для всяких фотосессий. Так что девчонкам тут сто куда бы понравится. Пока мы купались и чилили, наш гид нашел какую-то интересную штуку. Сейчас нам расскажет. Друзья, привет! Растение называется панданус. Плод называется панданус. Смотрите, есть сходство с ананасом, да, листья похожи. Но в отличие от ананаса, он растет прямо на пальмах. Здесь вот этот кустик, а есть рядышком пальма. Да, и точно такие же панданусы растут на ней. Это тропический фрукт. Он распространен в Австралии, в Индии. Ну и в том числе мы его видим в Таиланде. Его используют в том числе для набивки матрасов вот эти самые листья. Иногда называют его слоновьим деревом. Вот это путешествие подходит к концу. Мы накупались, нагулялись. И сейчас я не покажу. Вот мы и вернулись на Пхукет. Это были Смеланские острова. Если вам было интересно, поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал и оставайтесь вместе с остров-сокровищ. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!